Владелец маркетинга агентского MaxMarketing.Masco и Aventure.Pro, основатель компании Mailure. Правильно я говорю? Сейчас компания продана и в нее вложено более 1 миллиона долларов. Разрабатывал маркетинг-стратегии продвижения более чем 100 проектов и компаний МТС, Леруа, Мерлен и так далее. Дружу, знаю лично и работал с большинством топ-специалистов по маркетингу. Киру Ланов, Олес Тимофеев, Илья Балахнин, Мария Саладар, Александр Чепишко, Илья Трикси и другие. И инвестировал в свое обучение более 1 миллиона рублей. Проходил различные тренинги, семинары, конференции. Тема «Психология влияния». Спасибо. Мне, конечно, будет сложно затмить выступление Романа со стриптизершей, но я попытаюсь. Раздеваться не буду, я еще недостаточно подкачан хорошо. На самом деле, когда Романа, мне нормально слышно, то я в заднем ряду сидел специально, пытался понять, насколько люди хорошо настроены. Слышал фразы, что за чушь, вода и что сегодня происходит. Я так специально делаю, сюда назад сажусь и слушаю, как там вообще аудитория реагирует. Так что меня слышно? Да, вот. И я, когда сидел, слушал Романа, я пытался вспомнить, как я хайповал. И последний мой хайп… Значит, я был в Минске, выступал тоже как спикер на конференции. Там было порядка полторы тысячи человек. И я очень, на самом деле, кайфую от определенных личностей в истории, которые занимались пиаром и маркетингом. И накануне я прочитал книгу Геббельса про пиар нацистов. Я действительно, я без задней мысли. То есть, знаете, есть пиар, который подготовленный, хайп, да, есть, которые случайно происходят. И я, значит, на одном из слайдов, а там экран большой, то есть они сняли прям большое помещение, полторы тысячи человек в кинотеатре сидят. И у меня один из слайдов, там примерно 20 метров, представляете, вот такой вот большой 20 метров слайд моей презентации. И там, значит, фотка Геббельса в нацистской форме, вот, и я не понимаю, почему люди так реагируют. Думаю, ну вот Геббельс, классный пиарщик, типа, вот он там то сделал, все сделал, придумал концепции пиара современные. А потом ко мне организатор подходит после мероприятия и говорит, слушай, Макс, а ты знаешь, что у нас в Минске, в Беларуси, есть закон о пропаганде и фашизме? Я говорю, нет, не знаю. Говорят, ну вот тебя могут посадить за это. Было бы забавно, если меня посадили. Мне кажется, я бы Роману тут же бы набрал и сказал, слушай, а как из этого можно сделать потом новость? Так вот, что такое пиар, да, что такое маркетинг? Это же влияние. То есть, ну, вам понравилось выступление сегодня Романа? Понравилось. Да, что-то новое. Вот, и по сути это же влияние на людей. Вот как раз-таки я тоже кайфую от того, чтобы понять, как влиять на людей так, чтобы они покупали ваши продукты, заказывали ваши услуги, чтобы они подписывались на вас там в социальных сетях. Вот про это мы сегодня и поговорим. А где волшебный кликер, который не переключает ничего? Спасибо. Работает, да? Или на вас нужно как-то наводить? Подождать нужно, да? О, мелодия заиграла. Стриптиз сейчас начнется. Так, что мне нужно сделать, чтобы начать второй слайд? А, так вы кликаете, да? Я понял. Так, мои кейсы уже здесь перечислили. Думаю, что доверие ко мне есть, как к спикеру. 500 миллионов выручки примерно я принес своим клиентам. Это я накануне посчитал. Итак, какие же у нас сейчас тренды маркетинга 2019 года? То, что я сейчас наблюдаю, и на самом деле это большая проблема многих маркетологов и основателей бизнеса, то, что вы концентрируетесь на фишках. То есть вот вы приходите на конференции, и вы ищите, дайте мне фишки, вот какой-нибудь сервис, дайте мне автоматизацию, как сделать. Поверьте мне, я все эти сервисы, фишки знаю. Но спустя 8 лет, то, что я занимаюсь маркетингом, спустя более 100 проектов были большие, средние, маленькие, крупные. Те, кто вы слышали, не слышали. Я понял, что без понимания фундаментальных вещей маркетинга вы никуда не продвинетесь. Можете подождать 8 лет и прийти к этому сами. Ну, можете послушать меня. Что такое фундаментальные вещи? Фундаментальные вещи – это то, о чем буду сегодня говорить. И кому все-таки хочется фишки, сервисы, я за последние 8 лет собрал их более 500. Вот кто хочет их получить? Вот. У вас будет уникальная возможность это сделать. Просто снимите меня в сторис. Стриптиз я не буду показывать, да? Но просто отметьте меня в Инстаграме. Ссылочка в Инстаграм будет в последнем слайде. Выложите, отметьте мой ник. И всем, кто это сделает, я вам скину это все в директ. Договорились? Отлично. Так вот. Что делает большинство маркетологов? Большинство маркетологов делают то, что показано на слайде. Я скажу, о, сразу все начали снимать, все хотят сервисы. Большинство маркетологов пытается отавтоворонить, отрассылить, отгеймифицировать, а еще отавтовебинарить, отквизить и догнать ретаргетом. То есть вы пытаетесь клиента, вот то, что там написано, запать. Почему это плохо? Потому что вы пытаетесь вместо того, чтобы сделать акцент на качестве товара, на ценности, вы ставите во главу стола, во главу того, что вы делаете, инструменты. Вы думаете, что сейчас, если вы придете на конференцию, вам расскажут какой-нибудь сервис по Инстаграму, по Телеграму, там, не знаю, какой-нибудь чат-бота запустите, то у вас просто взорвутся продажи. Такого не будет. Никогда. Почему? Потому что у вас пройдут говно. Соответственно, чтобы это все работало, чтобы это все произошло, чтобы ваши продажи увеличились, чтобы все было у вас классно в бизнесе, давайте разберемся, опять же говорю, с фундаментальными вещами в маркетинге. А это психология. Вот у меня однажды спросили, давайте я как Тони Роббинс буду ходить по залу, чтобы никто не уснул. А кто был вообще, слышал о Тони Роббинсе? Многие, да? Вот я тоже черную рубашку одел, не такой подкачанный, как он, конечно. Так вот, давайте уберем матерный слайд. Так вот, что происходит с большинством людей, клиентов, когда вы пытаетесь их отавтоворонить, отрассылить и так далее. Вот здесь плохо видно, но я расскажу суть. Кто знает Марию Саладар? Вот, она себя позиционирует как эксперт по автоворонкам. Я однажды подписался на ее рассылку. Кстати, мы с ней работали, ничего против нее не имею, просто вот говорю как есть, как вот у меня получилось, да. Значит, я подписался на ее рассылку в Telegram-бот, и каждый день мне приходит сообщение вот такого плана. Приди сегодня на мой вебинар, купи у меня курс, у меня сегодня скидка, у меня сегодня суперпредложение, то есть продажи, 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 прям раз, 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 где, блин, ценность, хочется спросить, где твои автоворонки, где то, о чем ты учишь, да. Опять же, говорю, ничего против Маши не имею, возможно, есть на это причины, почему она так делает. Но вы же понимаете, что прежде чем что-то взять с клиента, нужно ему что-то дать. Вот кто понимает это? Все понимают. Ну почему же вы это не делаете? Когда вы запускаете таргетированную рекламу в Facebook, в Instagram, в ВКонтакте, вы должны четко осознавать, что вы напрашиваетесь клиенту. Он вас не искал, он вас не хотел видеть в своей новостной ленте, понимаете? Вы ему напрашиваетесь. Если вы там продаете в лоб, какого фига он должен вас покупать, спросите себя. Что вы ему дали-то? Это все равно, что, знаете, вот клиенты к вам относятся так же, как вы относитесь к странным людям, бомжам, которые на улице к вам пристают. Вот то же самое ощущение. Вот вы идете по улице, да, у вас там какая-то мысль в голове, вы куда-то спешите. И тут какой-то мужик такой, слушай, брат, дай 100 рублей там. Вот как они вас так же и воспринимают, ваши клиенты. Потому что нет никакой ценности. Зачем вот это вот? Двигаемся дальше. Есть два типа подхода, еще раз говорю. Есть подход стратегов, есть подход фишечников. Вот будьте стратегами. Перед тем, как что-то запускать, сядьте и подумайте, какая у меня задача, что я хочу. Эту задачу нужно оцифровать, посчитать. Мы сегодня будем об этом говорить. И только после этого, когда вы все это поймете, в голове у вас сложится идея, только после этого вы думаете, а как мне это реализовать. Понятно? То есть простой пример, который я могу сейчас привести. Вот если у вас нет прав, вы же не можете возить машину, правильно? Если в машине нет бензина, вы же не можете приехать из точки А в точку Б. То же самое и здесь. Если у вас нет понимания и стратегии фундаментального, то, что вы хотите сделать, то это как все равно, что купить машину, но не уметь на ней ездить. Да, машина может быть супердорогая, так же, как и ваш сайт, ваш фирменный стиль, там, зарплата ваших сотрудников, крутые маркетологи. Ну, это нахрен никому не надо, когда машина не ездит, согласитесь. Да? Вот. Итак, что же делать? Вот как раз этот слайд, за которым меня чуть не посадили в Минске. Давайте отличемся от людей, которые там, я просто расскажу суть. На самом деле, в Минске меня назвали сексистом, расистом, гомофобом, нацистом, и что только мне там не причислили, даже антибодипозитивом. То есть, то, что я, типа, ненавижу толстых людей. Но это неправда, конечно, потому что я сам толстый. Но, как бы, вот как есть. Так вот, вот эти два товарища, я считаю, что это самые яркие маркетологи 20 века, который слева, его зовут Бернейс, да? У него фамилия Бернейс, и он научил половину населения Америки сжрать с утра яичницу с беконом. Прикиньте, вот чтобы повысить продажи яиц и бекона, он, соответственно, вот с помощью определенных там пиар-акций, маркетинга, вот это сделал. Что он еще сделал? Он заставил треть населения женского в Америке курить с помощью феминисток. Вот почитайте, очень крутой чувак. И, на самом деле, я был вообще в диком восторге, когда все это читал и изучал. Вот этот второй товарищ, это пиарщик нацистов, пиарщик Гитлера, да? Опять же, я не пропагандирую фашизм, я просто вам рассказываю людей, которые умели использовать инструменты пиара и маркетинга так, что они влияли на весь мир. Вот, почитайте об этих двух людях, у них есть свои книги, автобиографии, это вам как на заметку. Итак, как же можно влиять на клиента? Первое, о чем хочу рассказать, это эффект Станиславского. Так как у меня родители актеры театра и кино, так вот получилось, видимо, у меня тоже это в крови сидит, раз лезу на сцену. Так вот, вы никогда не задумывались о том, почему из большого количества блогеров, которые вы видите, кто-то популярный, известный, а кто-то нет? Почему одни продукты становятся известными, а другие нет? Потому что есть такое понятие, как верю либо не верю. Вот вы когда что-то видите, у вас в мозгу включается то, что да, я этому человеку верю, он настолько, как сказать, у него законченный образ, все в нем понятно. Или в продукте, который вы видите, все понятно. И после этого, естественно, вызывается эмоция, и с этой эмоцией люди идут покупать, подписываются на вас и так далее. Поняли, что такое эффект Станиславского? То есть ваш образ, ваш продукт должен быть законченный, законченная мысль, месседж, посыл. Второе, принцип Майя. Вот есть такая замечательная книга, хитмейкеры Дерек Томпсон. Вот прям сделайте за скриншотте заранее, потом меня отметьте, и 500 сервисов в Директ получите. Так вот, в этой книге рассказывается про принцип Майя. Принцип Майя — это когда автор книги задумался, а как вообще создаются хиты? Почему вот что-то становится популярным, а что-то нет? Вот кому интересно в этом разобраться? Ну всем, конечно, вы же здесь сидите, кто-то маркетолог, кто-то предприниматель, кто-то лично бренд свой качает. Вам всем это актуально. Там целая книга про это. Больше 700 страниц человек пытается понять, как создать хит. И он в одной из страниц пишет то, что хит — это золотая середина между чем-то новым и чем-то знакомым для человека, для людей. То есть, ну, ваша задача, когда вы создаете ваш продукт, вот найти вот эту золотую середину между тем, что людям знакомо, да, и что-то новое туда внедрить. Вот возьмем пример, скажем, ну, кто смотрел, вот Илон Маск создал машину такую, знаете, на лего похожую. Видели, да? Вот тут он перегнул в новое, да, то есть он как бы слишком футуристично людям показал. Взять айфон. Вот айфон — это идеальное сочетание что-то новое и что-то знакомое для человека. Вот как раз-таки, когда это происходит, вот это называется принцип Майя, вот это золотая середина. Следующее — психоколористика. Вот сегодня одна девушка, не знаю, вы, спрашивала про нейромаркетинг. Вот это оно и есть как раз. Вот смотрите. Как вы думаете, когда… Давайте историю расскажу, вы же любите историю, думаю. Однажды ко мне приходит мой знакомый из Красноярска тоже и говорит, слушай, Макс, я за 200 тысяч рублей купил дизайн, брендинг моей стоматологии. Можешь оценить, пожалуйста? Потому что почему-то люди не приходят, то есть клиентов нет. То есть я столько денег вбухал в дизайн, в оформление. Я говорю, да, конечно, давай посмотрю. Вот, значит, он ко мне приходит, мы садимся там в кафе. Он показывает, значит, еще раз, стоматология, да, все пристали, стоматология. Вот в голове у себя. Вы нарисуйте стоматологию, да? Значит, сайт зеленого цвета с названием «Мята». На сайте фото молодых людей, счастливых вот таких вот, улыбающихся. Я у него спрашиваю, слушай, а какие у тебя ассоциации вот с тем, что тебе нарисовали? Вот как ты думаешь, оно почему не работает? Он такой, ну не знаю, слушай, это все вроде стильно, классно, молодежно. Я говорю, окей, хорошо, кто у тебя целевая аудитория? Он говорит, ну слушай, я эту стоматологию, я ее поставил в спальный район. Там живут бабушки, дедушки. Я говорю, супер, хорошо. Я говорю, первое, зеленый цвет ассоциируется у меня и у многих, думаю, у вас в том числе, с чаем, с кальяном, с косметикой, но никак не со стоматологией, это раз. Второе, молодые люди, они скорее вызовут недоверие у человека. Он доверяет этим людям свои зубы, свое здоровье. И он не хочет, чтобы ему сверлил какой-то молодой стажер зубы. Ну, согласитесь, да, то есть, ну как бы, вы не пойдете к такому доктору. И название мята, что оно означает, вот какая идея была. То есть, он такой, ну у нас идея была свежести, типа, вот мы такие все эко-продвинутые. Я говорю, ну это же бабушки. Ты прикинь, вот бабушка смотрит, она даже, может, на сайт на ваш не зайдет. Она смотрит на вашу вывеску, ей же нифига не понятно. Он говорит, а что делать? Я говорю, сделай в классическом цвете, синий цвет, все. Твои конкуренты, они не идиоты. И у людей, у твоих клиентов есть клиентский опыт взаимодействия с такими же стоматологиями, как у тебя. Соответственно, ты должен с ними считаться, с этим опытом. Потому что люди привыкли к такому цвету, к такому позиционированию, особенно старые люди. В итоге он все переделал, и продажи реально пошли вверх. По поводу других цветов, смотрите. Красный цвет. Что такое красный цвет? Это цвет страсти, цвет агрессии. То есть, когда вы ставите там кнопочку, либо баннер красным цветом, это, ну как минимум, привлекает внимание. Сейчас обижу некоторых мужчин. Это написал не я, это писал психолог. Можете на него все помидоры кидать. Он сказал, что оранжевый цвет – это цвет сексуальной недовольтворенности мужчины. Соответственно, когда у вас там, скажем, есть сайт фитнес-центра в оранжевом цвете, ну как бы вот тоже несостыковочка. Фиолетовый цвет – цвет сексуальной недовольтворенности противоположного пола. При этом не только это, но еще и творчество. То есть, если вы кто-то засмеялся. Еще творчество, творческий полет. Расскажу историю, которую этот же психолог писал в книге. Он говорит то, что, зная значение этих слов, я однажды не нанял на позицию бухгалтера одну женщину. Он рассказывает, почему. Приходит к нему на собеседование женщина. Вся в фиолетовом. Да, там фиолетовый шарфик, шапочка такая, там сережечки, сумочка. Он только ее увидел, говорит, нет, я вас не буду нанимать. И он объясняет, почему. Вот как вы думаете, основная задача бухгалтера какая? Витать в облаках или цифры считать? Цифры, сосредоточенность, конечно. То есть, это никак не вяжется с каким-то творческим полетом фантазии этой девушки. И, скорее всего, она пошла туда подрабатывает. То есть, она, видимо, художница, либо поет. И она пошла туда заработать деньги. Вот он это все сочетал. И люди это тоже считывают, когда видят вашу рекламу, ваш сайт. Все эти цвета, они у нас заложены, потому что, ну, у кого есть татуировки в этом зале? Все сидели, да? Шутка такая дурацкая. У меня, когда у меня просто все тело в татуировках, и надо мной шутили очень часто, то, что там сколько там отсидел, купола где? Ну, так вот, что такое татуировки? Татуировки – это, по сути, из биологии. То есть, ну, увидели все ящериц таких ярких, саламандр, либо ядовитых каких-то змей. Вспомните, все, что ядовитое, оно все яркое, да? Соответственно, татуировки, они оттуда же. Зачем люди делают себе татуировки? Мужик заснул, сейчас подойду к нему. Так вот, потом, значит, новость. Меня спикер побил, точнее, организатор побил спикер. Значит, татуировки – это знак окружающим, что не надо ко мне лезть, да? То есть, это определенный триггер, эмоциональный триггер. Понимаете, о чем говорю? Не приближайся. Остальные цвета, значит. Коричневый цвет – цвет стабильности в финансах. То есть, если к вам приходит человек на позицию в коммерческий директор, либо генеральный директор, у него коричневые ботинки, можно смело его брать на работу. Потому что ботинки – это стремление человека по жизни. Если у него классическая коричневая обувь, значит, человек стремится к стабильности в жизни. Черный цвет – цвет доминирования. Вот я весь в черном, я доминант, да? Белый цвет – цвет общения, открытости к окружающим. То есть, если вам хочется познакомиться с девушкой, ищите девушку в белом, либо в красном. Ну, еще смотрите на сумки. Чем больше сумка, тем больше женщины расположено к общению, так скажем. Я это тоже рассказал в Минске, мне потом тоже там феминистки закидали помидорами. Сексист. Ужас. Это не я писал, это вот я читал в книге, так скажем. Это не мои мысли. Дальше. Психолингвистика. У кого есть отдел продаж? Хорошо продают? Всяко, да? Кто пользуется скриптами? Кто знает Белочкину, Уколову, скрипты, нужно писать. Вот, все знают, да? У меня однажды был бизнес. Меня когда представляли, бизнес Миллера – это автопарфюм в машинах. Может быть, у вас тоже есть. У нас, по-моему, партнеры в Ижевске были. И я продавал сам. Прикиньте, я вот за три месяца сделал так, чтобы у нас было 85 представительств в разных городах. И я за три месяца прозвонил 800 заявок. Вот. И знаете, к чему я пришел, когда нанимал отдел продаж? То, что не важно, что ты говоришь, важно, как ты говоришь. То есть, когда я вот так вот начну говорить с вами, у женской части населения в этом зале что-то должно внутри, внизу включиться, да? Отреагировать на мой баритон нижний такой, да? Вот. Включила что-то девушка. Знаете, вот мне, когда я это делаю, потом в сторис почему-то меня отмечают одни девушки только. Вот. Странно, да? Странно. У кого мурашки пошли? Есть что-нибудь там? Что-нибудь пошло вообще у кого-нибудь? Так вот, на самом деле, что я сейчас делал? Я просто поменял тембр, да? То есть, там на самом деле в психолингвистике есть несколько моментов, которые ваши продажники вообще не используют. Тональность голоса. То есть, если я бы говорил вот так, вряд ли бы вы мне доверяли. Потому что вы думаете, что это дебил какой-то стоит, да? А вот если я говорю вот так вот, основательно, брутально еще, делая длинные паузы, конечно, то мои слова звучат более основательно, да? То есть, о, какой мужчина импозантный. Причем они же меня не видят на другом конце провода, поймите. То есть, вы можете стать любым, если вы занимаетесь продажами и вы владеете своим голосом. Ваши продажи просто взлетят к облакам. Потому что вы просто умеете разговаривать. Так что запишите ваших продажников на актерские курсы и на вокал, чтобы они умели, да, тренировали вот это вот все. Тембр, тональность, делать паузы, акцентировать внимание. Вот это то, что я сейчас делаю, это, по сути, нейролингвистическая фишечка такая программирования, да? Когда вот вы говорите, говорите, кто-нибудь на последней там парте уснул, и вы делаете вот такой вот акцентик, и он такой, господи, это же можно использовать в речи. То есть, когда вы хотите, чтобы человек на что-то среагировал, и он это запомнил, это называется якорение, да, с якорить человека на определенный смысл. Вы можете сматериться, сказать, блядь. И он такой, господи, он сматерился, но при этом он запомнит, понимаете? То есть, почему-то он не Робинс матерится, потому что у него тоже сидит 20 человек, 20 тысяч человек в зале. Кто-то спит, кто-то ест. Ему нужно, чтобы его мысли, они запомнились человеку. И он в какие-то моменты делает акценты. То есть, можно сказать громче, можно сматериться, можно пошутить, да? Вот это называется эффект якорения, то есть, человек запоминает. Если ваши продажники как минимум этому научатся, то ваши продажи поднимутся, да? Дальше, фрейминг. Вот. Где используется это? Как правило, это используется в пикапе. Но… Сразу все оживились. Что такое фрейминг? Это вызвать определенные эмоции у человека, у женщины, там, не знаю, мужчины, неважно, с помощью определенных смыслов форм. Как это работает в пикапе? Смотрите, вы подходите к девушке и спрашиваете, слушай, Маша, представь самый свой страстный поцелуй. Вот прям вспомни, как это было. Маша начинает вспоминать, у нее давление поднимается, температура тела растет, она уже там, она уже вспоминает, как итальянец ее обнимал, там целовал. Все, она уже там, понимаете? И ваша задача, вот, себя в это состояние Маши интегрировать, да? Как это можно использовать в маркетинге? Вы же посредством аудио, видео, визуальной, текстовой информации, вы же можете также влиять на человека, вызывая у него нужные эмоции вам. Понятно, что говорю? Отлично. Ментальные крючки. Так, у меня сказали 15 минут, поэтому я быстро буду сейчас листать, а вы будете негодовать, почему времени не хватило. Разрыв шаблона. У меня там, на самом деле, есть видео очень прикольное, которое я не буду вставить вам, потому что мало времени, но вы обязательно посмотрите. В презентации оно есть, просто кликните и посмотрите. Очень веселое. Так, провокация, эффект переноса, методы НЛП, ловушки сознания. Вот слайд, за который меня обозвали антибодипозитивом. Что здесь нарисовано? Смотрите, прокомментирую. Я это назвал фрико-маркетинг, да? То есть сейчас тенденция, которую я вижу, привлечение внимания больших брендов, это использование, так сказать, ну фриков, ну как еще можно назвать, я еще раз говорю, я не против толстых, поймите, у меня у самого тут это пузико, но когда в рекламе используется женщина, ну явно, так сказать, овер-овер-овер-овер-сайз, как бы вот тут вопрос, они реально за бодипозитив, либо они хотят просто хайпануть, вот как вы считаете? Хайпануть, конечно, потому что про эту рекламу написали все. Дальше. Вот пример того, как можно рвать шаблоны. Вот если кому видно, вот здесь вот реклама, мужики должны узнать, с какого она сайта. Управляй бизнесом одной рукой. Это сайт Порнохаб. Вот это суши, сеть суши в Красноярске, не только, называется Йоби да Йоби. У меня есть знакомый Костя, вот он основатель этой сети Суш, и про него написали все СМИ, и на него подали жалобы в Роспотребнадзор, в Уфас, еще куда-то, но он хайпанул. Вот кальяна, да, там называется Нуахули. Кальяна называется такая вот Нуахули, да. И там вот я когда зашел в эту кальяну, там вот на большой стене написан Данте Спидер и фотка Пушкина. Внизу «Миллионер с Балашихи». Это сериал, который обязательно сегодня посмотрите в Ютьюбе. Там, значит, молодой мальчик, ну парень, похожий на который выходил к роману, вы придумывали там продвигать трусы. Он, значит, открыл, купил, точнее, бизнес, секс-шоп. И он пытался его продвинуть в Барвихе. Ой, не в Барвихе, а в Балашихе, извините. Просто у нас там мероприятие в Барвихе, я об этом про Барвиху все думаю. Значит, Балашихе, вот. И, значит, там есть пять серий, очень смешные, очень классные. И в итоге это все было продажей модуль банка, прикиньте. То есть там уже было 100 тысяч подписчиков, куча просмотров. Реально все люди думали, что это действительно сериал. Чувак там реально открывает бизнес с секс-шопом, пытается его продвинуть. А это оказался нативной рекламой модуль банка. Офигеть, круто, посмотрите. Вот это мой любимый слайд. Вот прям после этого слайда на меня в Минске с третьего ряда мужик орал. Ты что, не уважаешь белорусов, что ли? Когда, ну там, ладно, не важно. Так вот, кто смотрел фильм или видел, называется «Во все тяжко» с Джонни Деппом. Видели? Вот давайте я вот так вот встану, закрою зарубежную афишу. Вот всем видно афишу, которую нам транслировали в России. Какая прическа. Вот кто смотрел этот фильм? Какого хрена здесь делают пляж и девчонки? Действие фильма происходит в Оксфорде, в Лондоне, блин. Понимаете? Название фильма «Во все тяжкое». Ну, естественно, мы все смотрели сериал «Во все тяжкие», да? Ну, многие. Что сделали здесь маркетологи? То есть они посмотрели на вот эту афишу, да? Здесь написано «Richard says goodbye», Richard прощается, да? Фильм про то, что профессор Оксфордского университета, преподающий литературу, заболел раком легких, и, соответственно, вот он переросмысливает жизнь, прощается с женой, пытается что-то объяснить своим ученикам на курсе своем по литературе. Причем тут телки и пляж, как бы, вот, да? Вопрос. Это манипуляция. И таких манипуляций я вижу каждый день сотнями, тысячами. Я когда в кино иду с девушкой, либо с друзьями, они смотрят мультик, а я считаю негров в этом мультике. Почему? Вот потому что уже русалочку сделали афроамериканкой. И это пропаганда. Вот опять-таки, про что писал Геббельс, про что писали другие маркетологи. Это пропаганда насаживания нам определенных смыслов, идей. Я ничего против афроамериканцев не имею, у меня есть друзья афроамериканцы, да? Но когда вот так, это уже too much, слишком. Мне кажется, уже через 3-5 лет мы можем, белые люди, говорить о том, что нас притесняют. Дальше. Вот что не так с этой фотографией? Кто смотрел «Фантастические твари»? Кто читал «Гарри Поттера»? Я когда узнал, что Дамблдер гей, я был в шоке. Вы знали, что Дамблдер гей? Я в шоке был. Это же детская сказка, ребят, вы о чем вообще? Джокар Роллинг, ты куда упал это? С какого места? То есть настолько толерантность, она уже перегиб в толерантность, что даже в детских сказках пропагандируется, что? Ну, как бы вот сами знаете, что? Опять же, ничего против не имею, у меня есть друзья не интернационной ориентации, но это, по сути, опять же, влияние на вас, на людей. То есть как это происходит? Фильм «Супер-женщина». Что не так, опять же? Если смотреть с точки зрения просто сценария, да, все нормально. «Супер-женщина» прилетает, спасает мир, помогает вот этому толстобрюхому Тору, который там ожирел, там смотрит уже телек, пьет пиво. Ну, по сути, вдумайтесь. Вдумайтесь, какие смыслы в этом фильме хотят нам насадить. Просто сейчас задумайтесь. Я не буду говорить, какие, просто задумайтесь. Ну, черный щелкунчик, да. Принцип «окон овертона» это называется. Это когда нам постепенно начинают продавать какую-то идею. Причем идею можно продать любую, даже ганнибализм. То есть если у нас стоит задача, например, в Канаде насадить идею того, что ганнибализм – это нормально, что мы делаем? Первое, что мы делаем, это постепенное планомерное повторение. Каждый день в СМИ мы долбим о том, что вот есть ганнибализм, есть ганнибализм, где-то там кто-то занимается ганнибализмом, после этого фактор 2 объявить два лагеря. Кто смотрел, либо смотрит, пусть говорят. Услышали хотя бы? Что там происходит? Там объявляют два лагеря. Приходит девушка и говорит, у меня, мне 14 лет, у меня мужу 60. Все такие, ой, ужас. А еще находится, да нет, нормально, любви, все возрасты покорны. И получается вот с одной стороны за, с другой стороны против. То есть это уже не обсуждается, что это в принципе ненормально. Вот есть за, есть против. Два лагеря. И после этого столкнуть эти два лагеря. И не важно, кто окажется прав и какой будет итог. Главное, резонанс. Вот то, о чем в принципе сегодня Роман и говорил. Понятно? Дальше. Итак, к сути, значит, когда вы все это изучили, когда вы все это поняли, ну там НЛП, вот эти все психологии, фишечки, вот эти все, нужно помнить о том, что важен результат продавать. То есть не процесс. Вот большая проблема многих маркетологов и предпринимателей, что вы описываете процесс вместо того, чтобы описывать результат. Пример. Вместо того, чтобы описывать технические характеристики дрели, да, сколько у нее там оборотов, какая скорость, какая длина вот этого сверла, нужно продавать что? Дырку. А еще лучше, что продавать? Картину. Картину, которую можно повесить на гвоздь, с помощью, ну там, в которой, в общем, вы поняли. Нужно продавать эмоции. Результат. Зафиксируйте, пожалуйста. Три правила упаковки. Вот сегодня, опять же, говорили, уверен, про сайт, про социальные сети. Что важно? Важно, запишите три пункта. Три вопроса, ответ на которые люди должны найти, перейдя на ваш сайт, в ваше сообщество, в ваш инстаграм. Куда я попал? Что мне предлагают? Нахрена, но мне надо? Вот три вопроса и три ответа, которые клиент должен себе дать. При этом эти три ответа клиент должен себе в голове проговорить за 15 секунд. Это среднее время продолжительности сессии в интернете на вашем сайте. То есть только люди в среднем проводят времени на вашем инстаграм-аккаунте, либо на вашем сайте. Записали? Дальше. Так, 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 это уже не успеваю, не успеваю. Полезные сервисы. Фоткайте. Это не все. Да, скинул. Это не все, просто вам сейчас на затравочку. Так, их более 500 всем скинул. Тем, кто отметит меня в сторис. Итак. Вот, соответственно, мой инстаграм, как и обещал. Топ 200 сервисов. И еще 300 там сверху. Еще книги вам скинул по маркетингу. Их очень много. Я очень много читаю. Ник Небо Табу. Это название моей рок-группы. Я раньше просто музыкой занимался, решил не переименовывать. Сфоткали? Супер. Итак, есть какие-то вопросы у вас? Любые вообще. Карта настроения клиента. Customer journey, так называемая. То есть что на каждом этапе происходит с клиентом? Это очень важно понимать, потому что если вы не будете это анализировать, вы всегда будете сидеть и думать, блин, что же у меня не работает? То ли сайт плохой, то ли менеджер по продажам фиговый. Мы с вами простроим сегодня на мастер-классе вот эту карту настроения, карту пути клиента. И поверьте мне, я готов с вами просто поспорить, что после этого мастер-класса, если вы это внедрите у себя в бизнесе, у вас будет рост минимум на 20% вашей выручки. Вот готов поспорить. Потому что я это сто раз уже делал с клиентами, и они этого не делают нормально. Дальше. Мы определим, какие триггеры нужно использовать. То есть помните, у меня был слайд про ментальные крючки. Есть определенное количество триггеров, которые используются очень часто. Такие как любопытство, коллекционирование, социальное доверие, авторитет и много-много других. Там доверие, взаимность, конспиративность, общий враг и так далее. Простроим с вами характеристики продукта. Что это такое? Вот последнее скажу сегодня. По-моему, это было, кстати, в Ижевске. У вас есть пиццерия, мафия как-то вот? Мафия. Да. Была. Так вот, один из основателей, он рассказывал историю. Потому что когда они заходили на рынок Ижевска, они конкурировали с Дота Пиццей и с Доминос. И они подумали, вот как им можно конкурировать с такими монстрами. И они поняли, что самое важное для человека, когда он заказывает пиццу, это время доставки. И они сделали на этом акцент. То есть не на качестве пиццы, не на маркетинге, не на сервисе, а именно на времени доставки. И у них возросли продажи только за счет этого. Потому что людям, когда они заказывают пиццу, нужно быстрее покушать. Им пофигу, как это привезется. Им пофигу, что будет в этой пицце. Потому что плюс-минус пицца везде одинаковая. Им пофигу на сайт, на маркетинг, на сервис. Им важно поесть быстро. То есть утолить свой голод. Так вот, мы это будем тоже с вами определять, какой х-фактор конкретно в вашем бизнесе. Потому что идеальным невозможно быть во всем. Чтобы по всем параметрам были 10 баллов. Итак, давайте вернемся к слайду вот этому. Это мои контакты. Фоткайте, наводите свою камеру, оставляйте свои контактные данные, если хотите со мной поработать. Отправлю вам бонусы. Кому было полезно, похлопайте, пожалуйста. Спасибо.